Продолжаем исследовать Виктор и Род в Покемон Блэк 2. Тут уже не так много вроде как осталось всего интересненького, но продолжаем собирать из Убуды Хаоса. Ну почему бы и нет, в принципе. Они хоть и бесполезны, потому что доразовые, но может быть продать где-нибудь. Там кажется есть в городе Иссерус Маньяк, покупающий всякие там дорогие вещички и так далее. Ой, ну пока что еще, чтобы дойти до чемпиона, придется помучиться, разумеется. Нужно выйти еще дальше, набрать немножко опыта, чтобы с большей вероятностью победить. Я просто почувствовал Великий Ветер, это ты тот, кто его вызвал? Вот это другое дело, это с уважением ко мне относится, сразу видно. Великий Ветер, который даже развивает одежду этого мужика. Так. Кстати, хороший наряд у них, я бы такой хотел себе. Ну ладно. Я вот тоже упустил свой шанс получить Гигалита, с одной стороны, но с другой толку-то от этого. Собирать Покедекса все равно смысла не вижу, а как показала практика, Магнизон оказался гораздо полезнее, чем Гигалит. Да, уж такие дела. Ну, я конечно понимаю, что это все равно неправильно. Так. Как бы так сказать, так относиться к покемонам, как просто к вещам, в самом деле. Но, в конце концов, выбора у меня нет, потому что их сделали исключительно в таком варианте в серии игр. Так что уж извините, если что. Ладно. Максимум взаимодействия все равно остается в четвертом поколении только. Это поражение также выдуло меня проще, типа того. Ты Ветер. Поддержка и комфортабельный ветер, поддерживающий, проходящий через Виктор и Рот. Да? Ну, судя по моей прическе, действительно какой-то ветер. Ветреный, прям таки. Ой. Да. Глупо сказано, конечно, но тем не менее. Здесь, вроде как, не так уж много всех вещей осталось. Я надеюсь, пособирать все хотя бы за одну серию, чтобы следующий уже вызвать, наконец-то, чемпиончика на битву. И закончить временно. Let's play. Один раз... Вернее, один, ты покемонский тренер. Два, я тренер АС. Собвести их вместе, это очевидно, что мы собираемся драться. Прекрасно, так как он умеет... Научился считать до двух, да? Я бы очень рад за этого человека, что не стоило из-за этого лезть ко мне с недурацкими битвами. Залбали бы меня уже, сволчи. Ладно. Храбрая птичка. Бешеный страж, это удар, который отнимает кучу здоровья этой храброй птички. Ой, какой-то кошмар. Но, конечно, муво опасно, не стоит к ним доценивать. О, амфоросик. Няшечка. Смыть, смыть. Хе-хе-хе. Ох, нужно мне определенно отдохнуть, конечно, от всех этих... От всех этих битв. Хе-хе. Потому что они становятся все равно сильнее и сильнее, и труднее, чем раньше. И задал бы свой однообразностью и скучностью, к сожалению. Один ты выиграл, два я проиграл. Он, видимо, дальше двух считать не умеет. Один я сильный, два ты сильнее. Собести вместе, ты определенно сильнейший, более сильный покемотский тренер, чем я. Спасибо, Кэпто, и так было очевидно. Ой, кошмар. Ладненько. Не хотел, конечно, жертвовать ничьими жизнями во время бегания по всем этим закоулкам интересным, скрытым лесам там и так далее. Что это вообще за место тут? Что это вообще за место? Как оно относится к Виктору, даже не знаю. Это же просто какой-то лес заброшенный. Ах, ну ладно. И фулл ресторан везде валяются прям-таки. Опять распихали кучу вещей. Спрашивается, кто их здесь ронял. То ли здесь какие-то религендарные сражения были между самыми лучшими тренерами, которые таскали у себя в рюкзаках город всякого хлама, как я. То ли что. Странно просто это. Один тренер здесь на всю местность. Так, ладно, какие-то ревайвы были, блин. Кошмар, а? Враги, конечно, сильные. Ну и всё-таки я тоже между сериями подкачаюсь в будущее. Не сейчас имеется в виду, а именно потом, когда я временно отложу летсплей, чтобы отдохнуть, наконец, от покемонов. Вот тогда я и займусь этим делом. Время трене просто покачиваюсь. Вау, страшные опасные покемоны, это няшечка Данс Персик. Прекрасно. Но драться с ним неинтересно. Он мне опыта не принесёт всё равно. Так. Я хочу показать, насколько сильно я люблю покемонов победой. Ага. А проиграв, значит, ты докажешь, что ты на самом деле тупая сволочная, что не способная в отношении покемонов, да? Мне это устраивает такой вариант. Лишний раз унизить кого-нибудь из этих треней. Лишний раз был бы всё равно неплохо. Так. Тем более, что всё равно с ними всё понятно. Они безнадёжны, и к чёрту их. Я не могу показать твою любовь к моему покемону, если я проигрываю. На самом деле, это не тем выражается тупая тут дура. Я не могу объяснить моё предчувство к моим покемонам, получаемое от победы. Что стоит мне делать? Ай, кошмар. Вам точно нельзя было доверять покемонов, сволочи. Вы не на что не способны абсолютно с ними. Только побеждать, проигрывать и так далее. И снова мы вернулись в итоге в те же самые руины. В чём прикол этих руин-то? Я уже вроде как здесь побегал достаточно долгое время, и теперь нужно снова сбегать туда-сюда. Ой, хоть кошмар. Может быть, прикол в том, что я просто сделаю себе, так сказать, дорогу такую одну, общую, цельную. Ну, не знаю, какой-то бред получается. Так. Чё-то, кажется, немного туда толкаю этот камень. Да нет, всё верно. Тут, в принципе, толкать-то больше некуда. Всё развалено, и одна только маленькая тропка остаётся, по которой ты с трудом проползаешь, пытаясь идти дальше куда-нибудь. Ты, кто привёл тебя так далеко? Да, действительно. Кто мог привезти меня, раскрёпанного никому не нужного пацана так далеко, если подумать? Только мой большой и страшный покемон готовый сожрать кого угодно. Так. Надо постараться только, чтобы мой страшный покемон не подыхал. А то это всё-таки как-то не соответствует моему желанию выигрывать левелап. Ну, желанию, так сказать, выбора-то и нету, всё равно, приходится желать это. Это твой покемон, кто привёл тебя так далеко, не так ли? Я угадал с фразой. Ты знаешь, что я думаю? Все люди то, что они могут делать по одиночке, но... Здесь есть много вещей, которые ты можешь делать только с покемонами. Да, вы же безвольные, тупые создания, вы ничего не можете делать без покемонов. Эх, кошмар. И вы же всё-таки ничтожные, а? Людишки. И мы вернулись в итоге туда же, где мы уже были. К этому же вот психику, в этом же месте мы бегали. И в чём прикол, что я сюда припёрся вообще? Просто какую-то линию тут себе создал, что и прохождение быстрого. Нет, может быть это и правда какой-то быстрый обход, не знаю, мне как-то трудно воспринять это. Но по-моему, больше похоже на пустую трату времени. Ой, купить фулл рестор я могу и в магазине, блин. В отличие от таких, что Max Revive'ов, пропапов и так далее. Эти вещи, конечно, уже более редкие. Хоть и они тоже сейчас, в общем-то, стали восполнимыми, благодаря тому, что их можно... Находить там всяких hidden grot, то есть бесконечное количество раз и так далее. Это, конечно, хорошо, это позволяет в этой игре задержаться гораздо дольше, чем во многих других играх этой серии. Так что я не могу назвать это минусом. Так, стоп. Ещё один вопрос. Я ходил сюда, куда мне нужно идти? Наверх или сюда? Блин, какой-то кошмар, а. Столько много различных мест, даже не знаешь, куда тебе стоит нацеливаться. Здесь того непонятно, что тут флэш использовать и так далее, но непонятно, это конец или нет. Куда мы в итоге идём-то? ПП Max, вау! Ха-ха, супер! Просто супер! Ну теперь даже не стоит думать, что с ним нужно сделать. Кстати, поп-ап нужно использовать тоже. Поскольку X-Kissers у нас всё равно так и так остаётся, надо его, конечно, покачать до максимума. Ну и вроде как всё, самород полностью подкачан. Все его мувы могут использоваться в максимальное количество раз, а вот Дарманитану нужно теперь только, кажется, Fire Punch подкачать. Всё. Для Дарманитана это всё равно самый годный мув, который наносится всеми своими эффектами и очень много повреждений любому врагу. Естественно, его просто грешно не использовать по максимуму, так сказать. Так, стоп. А, понятно, понятно, вот ещё проходы есть. Кошмар, блин, понаделали лестниц везде. Спрашивается, нельзя было сделать одну маленькую удобную тропку для прохождения куда-либо? Нет, зачем-то они тут понаделали ещё, ещё, ещё тропы. И там тоже тропа какая-то, и тут тоже какой-то подъём. И где в итоге выход-то находится? Вернее, вход. Куда мне не стоит идти? Ага, вот, кажется, теперь я понимаю. Да, вот это больше похоже на именно что не то место. Ой, кошмар. Хе-хе. Я просто запутался, уже запутал здесь. Жизнь это всё насчёт идущих чего-то там. Ты можешь быть чем-то там для меня? Ну, я могу быть точно тем, кто тебя похоронит здесь. Я бы с удовольствием это сделал. Торчите тут без дела, тратите свою жизнь пустую на слоняние вокруг. Не идут ни в Покилигу, ни из Покилиги. Просто торчат где-то здесь, на этой тропе. Потерянные, никому не нужные. Да уж. Действительно, в принципе, чё их жалеть-то? Взять, перемощить всех, пожалуйста. Пережил он удар. Какой в этом смысл вообще переживать этот удар, если тебя всё равно могут замочить в следующем ударе? Тебе ничего не поможет, по сути. Тем же, кто на один шаг отсрочил свою смерть. Я не смогла превзойти что-то там, что ты мне показал. Что-то там. Ещё я тебе не показываю, с курица. Если не сможешь превзойти что-то там, ты можешь всегда просто гулять вокруг этого. Иди вперёд, и ты найдёшь величайшее что-то там для тренеров. Покемонская лига. Покемонская лига. Это, в принципе, вполне очевидно было. Так, Макс Ревайв, хорошо. Так, что-то ещё есть интересненького, вкусненького. Рер Кэнди. Ну, хотя бы, конечно, приятно, что здесь, в отличие от Хёрд Голда, хоть больше всех вкусностей лежит, чем просто какого-нибудь мусорного хлама. Так, а потом всё равно не могу понять, куда я вообще иду сейчас. Всё, что я хочу, это сильные покемоны. А куку в руку не хочешь, блин, сволочь. Откуда они берутся на такие наглые, а? Хочет он сильных покемонов. А ты их заслуживаешь, этих сильных покемонов, скотина? Ты будешь от него относиться с любовью и заботой? Нет, конечно, вам ведь нужны только победы. Вот, тут только победы. И больше ничего. Эгоистичные самовлюблённые уродцы. Да, блин. Заговаривайся, конечно, плохо. Я не могу превзойти это. Как мог мой партнёр пробить и проиграть? Потому что ты лошара. Всё, что хочу, это сильные покемоны. Только покемон, который понимает, может стать одним из моих партнёров. Ах, не знаю, короче говоря. Я теперь не могу всех этих тренеров. Ещё одна. Ё-моё. Горячая битва хороша, но слишком горячо, если будет слишком горячо, то можно подгореть. Это скорее у вас подгорает каждый раз, когда вас побеждают, волчи. И набор покемонов у вас какие-то стандартные тоже, блин, разнообразие проявили, что ли. Я до сих пор собрал, посмотрел, по-моему, меньше половины покедекса. Одни и те же лица. Хоть даже из других ионов-то всё равно одни и те же. По каждому разу. Шикарно. Я думаю, что ты я была подожжена, типа того. Если ты подожжёшь, подожжёшься, возьми вот это. Под поджигание, это... Поджигание соревнований. Ходная логика. Тебе нужно и то, и другое, чтобы произойти по Килигу. Нет, мне ничего не нужно, на самом-то деле. Так. Ну, хотя бы я вернулся назад. Тебе можно снова посмотреть, что здесь находится. Ну, определённо, я так посмотрел в бульбопеде, и какие мне ещё испытания ожидают перейти. И точно теперь знаю то, что мне нужно подкачать, как минимум, с саморота до сотого левла. Или близко к тому. Да и желательно остальных тоже, в общем-то. Не тормозить в развитии. Так. Посмотрим, конечно, как я этого добьюсь. Добьюсь ли я этого? Макс Эликсир, супер. И вроде бы всё. Просто ништяки валяются повсюду. Ещё одна Рер Кэнди. Да, уже золотая жила, ничего не скажешь. Вообще, в этой игре, безусловно, очень щедры на вещи и деньги. В том числе, если я получу мувдайв, я смогу, опять-таки, копаться во всех этих подводных местах. Там, руинах этих, Абисалруинс, они, кажется, называются, или типа того. И можно будет там тоже искать всякие шмоточки и так далее. Блин, ещё до пещера. Ой, жесть. Там внизу какая-то вещь находится. Я уже просто забудался. Это бесконечная пещера. И в это ужас. Dragon Scale. Ну, хоть вещи более-менее интересные попадаются. Прилично, так сказать. Бесконечный цикл побед и поражений. Будет оно постоянно продолжаться. Вечно продолжаться. Всегда продолжаться и так далее. Для вас это точно не будет. Потому что вы, скорее всего, просто здесь загнётесь без жратвы и без смысла жизни. Они стоят тут на месте, как они делают, сволочи. Ну, драконы. Ну и что, что драконы? Впротив драконов у нас всё равно всегда есть. Теперь годная вещь. Level Up. Так. И последний. О, Лайкоша, какая радость. Тыдыщ. Хе-хе. Каждое победное поражение это хорошее воспоминание. Ага, конечно. Попробуй вспомнить поражение. Драться вместе с молодым ребёнком, это как будто ты чувствуешь себя самим... Как будто сам себя чувствуешь молодым. А по-моему, это просто нагло драться со слабым ребёнком, блин. Нашёл себе противника. Козёл. Опа. Зурак. Привет. Ква. Покемон не сдвинется. Похоже, что он защищает что-то. Хм. Ну ладно. Интересно, могу я его погладить? Он такой маленький, пушистый. Хотя, на самом деле, не такой маленький. Ну ладно. Пока что просто запомним это место на будущее. Видимо, это просто ещё одна локация, которая разблокируется после того, как я посещу лигу и порву чемпиона. Да уж, и порвать мне чемпиона очень хочется, честно говоря. Просто безжалостно порвать мне эту скотину, которая не участвовала в битве с командой Плазма и так далее. Как можно вообще быть такой сволочью? Да тут миру угрожает опасность, когда даже Дрейден пошёл там сражаться. Хотя стоп, Дрейден, по-моему, вообще ни хрена не делал. Только побегал вокруг, потерял свой ДНС Плайсерс, да и всё. Ой. Да уж, никем, в общем, погордиться не получится. Все, блин, уроды, те ещё. Ну ладно. Чего-то я ещё не исследовал, осталось до конца, в принципе, совсем немного до подъёма на финиш Виктория Роад. Так, и тут ещё что-то есть. В общем-то, сложно сориентироваться, где я вообще нахожусь. А, вот, всё, теперь вижу, вон он слева Зурак стоит. Так, да, значит, я тут был и всё правильно сейчас пошёл. Ладно, похоже, что ты оппонент, который определённо возвысит мои слабости, типа того. А, нет, просветит мои слабости, типа того. Какие тут слабости, если ты жуков с собой таскаешь? Разве слабости не очевидны? Вот, пожалуйста, взял, заморозил, жук сдох. Ну, правда, да, не супер эффективно, но, тем не менее, сработало же, в конце концов. Готов. Так, next. Это уже наполовину бойцовский тип. Ну, в принципе, с ним тоже ничего не сделаешь, как забить водичкой. Теперь я вижу мои грехи повсюду. Если я буду работать сильно, я смогу их все превзойти, типа того. Принимать свои собственные слабости. Это первый шаг, чтобы стать сильнее. Но это понятное дело. Я тоже не стремлюсь вообще-то всё превзойти и стать таким суперсильным, прямо-таки. Нормал кем? Серьёзно, что ли? Да я тебе забуду хаоса, и так везде могу находить. Зачем их тут пихать ещё отдельно, как предметы? Странные вы какие-то. Так. Ты уверен, что ты хочешь серьёзно взять кого-то типа меня, кто серьёзно сражается с твоим покемоном? С чего вообще будешь быть уверен, если ты сама встал у меня на дороге и преградил мне путь? Тупая мразота, блин. Я вообще ничего не выбирал. Просто проходил мимо, и всё. Ой, блин. Ненавижу эти моменты, конечно. Когда они в наглую ещё и на меня напирают, типа, как будто это я сражаюсь с ними, а не они со мной. Вернее, я на них напираю, а не они на меня, блин. Уроды. Кстати, да, мне ещё нужно один раз ретёрт прокачать, после чего у нас будет максимум мулов у самурота. Готота. Это боль, которая идёт из серьёзной встречи с кем-то лицом к лицу. Я сражаюсь серьёзно, потому что я собираюсь найти серьёзную силу. Если есть ничего хуже, чем слабый оппонент. Ну да, конечно. Вот я и встречаю постоянно таких лохудр. Всё, кажется, да? Забрались на вершину Виктора и Орота, здесь больше действий делать вообще-то нечего. Кроме как зайти потом, посмотреть, что там за урак прячет. Такое интересненькое. Ну, разумеется, пока что есть более важные задачи. Ты уверен? Я сильный, знаешь ли. Ты всё ещё хочешь со мной разобраться? С чего она взяла, чтобы чуть ли не разобраться? Я просто шёл мимо. Эта тупая скотина взялась с вами и остановила. Ненавижу эту логику, в самом деле. Ах, надоели эти скучные битвы с вами. Мне определённо нужен отдых, я так думаю, после всех этих... Ой, после всех этих долгих и мучительных прохождений этой игры. Определённо, хорошие моменты здесь были, но вот все вот эти бесчисленные битвы правда утомляют. И следовать местность мне нравится гораздо больше, чем драться со всеми. И в будущем, видимо, придётся уже начинать уклоняться от всей этой хрени, скорее всего. Ну ладно. Сейчас придётся дотерпеть. Да, я уверена. Я слаба, знаешь ли. Почему бы ты захотел с вами разобраться? Тупая ты курица. Сама полезла, главное, на меня. Я не хочу признавать мои собственные ограничения, и я продолжаю сражаться. Именно так. В конце концов, и пытаюсь. Или типа того. Ой-ёй-ёй. Какие вы уроды всё-таки, а? Люди, кто проходит здесь, имеют различное настроение. Это весело смотреть и ещё более веселее сражаться против них. Ой, блин. Ещё один прекрасный кандидат на гильотину. Так. Ну, увы. Гильотин — это всего лишь мув покемонский. Кстати говоря, да. В детской вселенной есть движение, названное «Гильотина». То бишь, если вы знаете, что это такое. Это девайс, так сказать, для казни. Через отрубание головы. Который весьма практиковался в Средневековье и так далее. И теперь он есть и здесь. И почему он мог его использовать? Тоже уничтожая противника с одного удара, если, разумеется, попадут. Правда, гильотина, вообще-то, наоборот, требуется... Положите связанного человека, чтобы отрезать его голову. Ну, то бишь, полностью демобилизировано, так сказать. Можно назвать, короче говоря, обездвиженного. Поэтому то, что мув гильотина промахивается, довольно-таки странно. По идее, он тоже должен быть есть только схожей механики. Разве нет? Если это гильотина, а не просто, там, кукус в голову, например, что-нибудь типа того. И еще что-нибудь жуткое. Ну, в общем, как-то все глупо и необоснованно получилось. И зря они используют такое популярное название в покемонском муве. Они бы еще потрошение или четвертование использовали. Махаха, это весело, сказал мужик. Твой покемон определенно в хорошем настроении в момент, когда ты выигрываешь. Ой, конечно, конечно, конечно. А вот я сам не в очень хорошем настроении от всего этого. Подожди! Я сражусь с тобой, прежде чем ты пойдешь в поки-лигу. Чем больше покемонских битв у тебя есть, тем сильнее ты станешь, не так ли? Поехали! Продолжение следует... Я видел, что этот мув идет прямо через мили издалека. Продолжение следует... 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 Мы за 22 серии прошёл. А здесь того, насколько всего интересного. С одной стороны, хочется это всё исследовать, а с другой стороны... Ой, тебя задолбают бесконечные битвы, которые будут здесь повсюду находиться. Вот на всём вот этого пути до города, ну, Вема, например, очень много тренеров. Я помню, как я проходил в первый раз и просто вот ныл, ревел от ужаса, как меня задолбали эти тренеры, от всех нужно уворачиваться. Они там стоят буквально пачками, везде, 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 двойные, тройные битвы. 50 человек на одного меня и так далее. Это правда задолбывает? Я вот сейчас даже не уверен. Стоит ли это всё записывать? Да, правда не уверен. Поэтому я думаю, что у меня пока что нужно отдохнуть будет от летсплея. Сейчас я прекращу пока что запись, чтобы немножко отдохнуть, после чего мы в последней серии запишем Покеллигу, в 30 серии, и после этого я уже отложу летсплей на какое-то время. Попробую походить другие игры, там у меня есть некоторые запланированные, после чего мы уже вернёмся сюда и пройдём оставшуюся часть Покемон Блэк 2. Всё-таки эта оставшаяся часть тоже имеет смысл, там есть уникальные встречи, немножечко сюжета, так самая капелька, естественно, потому что всё основное мы уже прошли, в общем-то. Ну и, естественно, будем заканчивать летсплей вторым, второй битвы с чемпионом, последний, так сказать, и после чего уберёмся из региона Юнова. Я не знаю, сколько мне серий на это понадобится, может быть там, ой, может быть 10, может быть 15, 20, может быть я вообще рекорды побью. Если Покемон Икс прошёл за 42 серии, насколько я помню, то здесь я вот уже записываю 29 серию, я могу, в общем-то, побить этот рекорд вполне. Другое дело, хочу ли я его побивать или нет, я даже не знаю, честно говоря. Ну что ж, посмотрим-посмотрим. Пока что, в принципе, мне тут кажется делать нечего. Пока я не пройду чемпиона, мне ничего нового не откроется, и тут попросту нечем заняться. Разве что на королевской Юнове поплавать, но там, конечно, смысла нет уже никакого. Я уже забыл про этот корабль, что на нём можно плавать и драться с тренерами, да и смысла в этом нет, там, просто обычная драка с тренерами, и тебе дают одну вещь, там, за победу над всеми тренерами на корабле, и это довольно скучно и тупо, разумеется. Абсолютно нечего делать, нечего исследовать. А я, опять-таки, люблю исследовать, вот именно поэтому мне и хочется поиграться дальше. Вообще, наверное, стоит поискать читом каким-нибудь, может быть есть чит, который предотвращает тут вот это вот навязывание тренеров. Может быть, я после этого просто ключа ввела смогу просто спокойно проходить мимо всех и исследовать локации, и тогда это будет гораздо интереснее. Но пока что я ещё не знаю, возможно ли это, так что, ладно, фиг уж с ним. Ну что ж, ведь, естественно, итоги игры подводить будем уже тогда, когда я закончу. Буду заканчивать летсплей, естественно. Это будет ещё не скоро. Опять же, после победы над чемпионом, я временно его отложу, и после этого мы продолжим. Так же, как я с Хёрд Голдом сделал. Пошёл сначала Ланса, потом отложил остаток летсплей с изучением Кантона какое-то время. Здесь, конечно, не целый регион Канто, но всё равно хватит всего интересненького. Ну и, соответственно, после того, как я запишу Блэк 2, ещё там, может быть, отдохну немножко, запишу ещё какую-нибудь игру, я буду записывать Покемона Мега Руби. В общем, это я сейчас просто рассказываю о своих планах, короче говоря. Планы такие вот скромные, конечно, но что поделать. Это всё равно достаточно для меня интересное занятие, более-менее. Но от него нужно отдохнуть, это определённо. Я за эти 30 серий задолбался драться со всеми, постоянно, постоянно всё прокручивать, проскроливать и так далее. По крайней мере, одно радует, то, что эта игра стабильная, в ней нет лагов, багов и так далее. Даже кадры больше не падают в секунду, после того, как я пофиксил немножко настройки эмулятора. В общем, поиграться ещё можно будет с удовольствием, я так думаю. Но немного попозже. Сейчас пока что, скорее всего, нужно просто отдохнуть. Да, потом я обновлю свою команду, разумеется, и начнём игру уже, так сказать, с всеми укрученными покемонами. Наверное, до сотового уровня, я, конечно, вот этих всех не докачаю, иначе просто вообще не будет смысла драться с тренерами. Это будет просто по-настоящему задалбывающие, унылые битвы. Если я хоть получаю какой-то опыт от них, в них хотя бы какой-то толк есть. Ну, ну посмотрим. Дарумаку можно качать на уровне до 70-го, там саморота до 80-го. Магнезонами, конечно, придётся потом положить в рюкзак, вернее, в компьютер, потому что нужно будет использовать другого покемона в качестве третьего товарища. Ну и, соответственно, Патрата тоже нужно будет убрать. Пидоффу, Буизель останутся, поскольку у них будут важные ХМы. Ну что ж, всё равно, конечно, придётся там все эти переделки в команде делать и так далее. Пока что нужно определённо немножко отдохнуть перед тем, как вызывать поки-лигу. Конечно, там те же самые сейчас пока что тренеры, более того, они достаточно слабы, потому что мы вызываем лигу в первый раз, опять же. Ну и я, в общем-то, тоже не шибко-то силён, так что, да. Вызов будет не сильным, но скоро, я думаю, прояснится, сложно он будет или нет. Главное, конечно, набить рожу чемпиону. И я это скоро сделаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»